Научный центр мирового уровня КФУ. Результаты работы за прошедший год. Рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах. Пора задувать свечи. Первый президент Татарстана отмечает 85-летие. Всем привет! В эфире «Универнию» со студией Надежды Мещерякова. Казанский федеральный университет занял второе место в России по количеству иностранных обучающихся. В текущем учебном году в КФУ проходит обучение более 10 тысяч студентов из 101 страны мира, что почти на 900 человек больше, чем в прошлом. В Казанском федеральном университете стартовал новый сезон инсталайфа. Абитуриенты могут задавать свои вопросы в режиме реального времени представителям институтов. Так, шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций уже посетили Институт математики и механики, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт психологии и образования, а также Институт международных отношений. Все записи в ближайшее время будут доступны на нашем YouTube-канале. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Международного наблюдательного совета. Он был создан с целью реализации проекта научного центра мирового уровня по стратегическим направлениям технологического развития в России. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня мы рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах. Его фундаментальные результаты, новые технологии, разработанные учеными центрами, и их практическую реализацию в нефтегазовом секторе экономики. В августе 2020 года стало известно, что Казанский федеральный университет выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня. По приоритетному направлению – экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование недр и биоресурсов. Создание НЦМУ было инициировано ректором университета Ильшатом Гафуровым. Данный центр среди 10 поддерживающих центров получил максимальный балл Совета по господдержке создания и развития НЦМУ. Победа в этом конкурсе была итогом большой многолетней работы, проведенной университетами. И в отношении Казанского университета, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, Руслан Григорьевич, руководителя нефтяных и сервисных компаний, за всестороннюю поддержку, что и позволило Казанскому университету в этой новой для нас области, в этой самой передовой позиции, не только в России, но и в мире. На данный момент около 40% поступлений в бюджет страны – это нефтегазовые доходы. В стране и в мире в целом остается актуальной задачей управления запасами углеводородного сырья. Большинство новых месторождений требует больших вложений. Все эти перечисленные факторы определили стратегию работы центра. Не осталось без внимания и темы подготовки молодых специалистов. Кадры – это наше все. Мы над этим очень серьезно работаем, собираем молодые таланты со школьной скамьи. Уважаемый Руслан Григорьевич, полевая геологическая олимпиада, которая ежегодно проходит в республике 2014 года, при вашей личной поддержке, поддержке ТАТ нефти, малых компаний и Министерства образования и науки республики, дает свои плоды. Лучшие ребята поступают к нам. И сегодня уже среди наших аспирантов есть бывшие участники, победители этой олимпиады. По направлению прогнозирования нефтегазоносности крупных территорий была разработана технология, основанная на комплексе современных и уникальных методик. Она используется для территорий, на которых практически нет данных. Только спутниковые снимки, данные геологических съемок, рельеф и спутниковая графика. Технология позволяет отбраковывать территорию с минимальной перспективой на нефтегазоносность. Эта технология сегодня уже применяется для решения задач компании «Газпром», «Газпромнефть». Уважаемый Руслан Владимирович, мы не так давно подписывали стратегическое соглашение с университетом «Газпромом», в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае, Якутской области в прошлом году. И вот в этом году наши работы в Якутии на шельфе Сахалина и Камчатке с использованием элементов данной технологии. В Казанском федеральном университете создана уникальная лаборатория с высокочувствительными масс-спектрометрами для тяжелых изотопов, которые позволяют реконструировать тепловую историю бассейна. Это единственная в своем роде лаборатория в России. Сегодня ее услугами пользуются не только российские, но и зарубежные компании. В частности, мы недавно выполнили большой проект для Роснефти по Карскому морю и по прилегающим территориям. Результаты очень интересные оказались, и мы продолжаем работу в этом направлении с Роснефтью, и сегодня присоединяются другие, в том числе и зарубежные компании. Изменения планового объема финансирования в случае НЦМУ оказались и существенными. Порядка тысячи рублей в меньшую сторону на фоне 2,5 миллиардов. Предлагается внесение изменений сразу в три таблицы программы, а именно информацию о финансовом обеспечении программы создания и развития центра, включая размеры финансовых средств, предоставляемых на цели с федерального бюджета в небюджетных источниках. Далее исчерпывающий перечень направлений расходных средств гранта и перечень участников центра, претендующих на предоставление гранта и предложения по распределению средств гранта между такими участниками. В конце встречи президент Татарстана Рустам Миниханов обратил внимание на одну из главных целей НЦМУ – повышение конкурентноспособности среди других компаний. Для этого необходимо извлечь опыт из деятельности ведущих мировых научных центров. Надежда Мещерякова, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Андрей Багаудинов, Вячеслав Василенко, Универньюз. Проект Семейной академии детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» стал победителем фонда президентских грантов. Онлайн-площадка окажет информационно-образовательную поддержку родителям, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Благодаря такому формату проект охватит малые города, отдаленные регионы Татарстана и позволит поддержать семьи, не имеющие доступа к специальным образовательным услугам. Свой день рождения отмечает первый президент Татарстана государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Ему исполняется 85 лет. Что связывает Ментимера Шаймиева и Казанский федеральный университет, узнаете в нашем следующем сюжете. Первый президент Республики Татарстан имеет непосредственное отношение к развитию Казанского федерального университета. Благодаря инициативе Ментимер Шаймиева КГУ получил статус федерального университета, вошел в проект продвижения ТОП-500, что стало совершенно новым импульсом развития учебного заведения. Ментимер Шаймиев имеет прямое отношение к модернизации университета. В честь 200-летия Казанского университета благодаря Шаймиеву было отремонтировано главное здание. В 2010 году Ментимер Шаймиев инициировал назначение Ильшата Гафурова на пост ректора Казанского университета. За свои заслуги перед Казанским университетом в 2015 году Ментимер Шамеев получил звание почетного доктора КФУ. Важно отметить вклад Ментимера Шамеева в областях национального образования и национальной культуры. Так, древний город Болгар и град Свиярск были включены в список всемирного наследия во многом благодаря инициативе первого президента республики и исследованиям ученых Казанского университета. Помимо этого, ученые университета привлекаются к таким масштабным проектам, как «Тысячелетия Казани» и «Елабуги». Еще один важный национальный проект, инициатором которого стал Ментимер Шамеев, — это полилингвальные школы. Проект учебных заведений, где обучение проходит сразу на трех языках. Поскольку КФУ является основной базой подготовки учителей в республике, Казанский университет взял на себя ответственность готовить профессиональных педагогов для образовательных учреждений нового формата и помогать в разработке концепции полилингвальных школ в республике Татарстан. В период разработки проекта Ментимер Шамеев посетил Казанский университет, а конкретно Институт физики, Институт психологии и образования, Институт международных отношений и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так, помощь специалистов из профильных институтов КФУ стала основой для подготовки методологии обучения. Мы были в университете в ходе подготовки сейчас к старту, а мы сейчас хотим шесть комплексов начать образовательных, многоязычных, шесть комплексов. Они уже предопределены. И мы это сделали специально в Казани, два комплекса, и крупные города взяли. Напомним, что первый президент Татарстана с Казанским федеральным университетом связывает еще и астрономическая обсерватория имени Энгельгарта. Ученый Василий Энгельгард жил в Германии. Перед смертью он безвозмездно перетал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая война и Гражданская война помешали существить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафорова было проведено перезахоронение Энгельгарта, в котором принял участие и Ментимер Шаймеев. Астрономическая обсерватория должна стать следующим объектом в республике для включения в список всемирного наследия. В 2019 году, благодаря активным усилиям Ментимера Шаймеева и участию ученок ФО, обсерватория вошла в предварительный список ЮНЕСКО. Роберт Хасанов, Александр Фирсов, Универньюз. Хирург университетской клиники Казанского федерального университета Булат Минхузен помог лыжнице, пострадавшей после падения. Ситуация произошла на курорте Свияжские холмы. Во время спуска девушку сбили с ног. Врач оперативно среагировал, оказал первую медицинскую помощь и сопроводил пострадавшую до больницы. В России за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 33 899 человек. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и своих близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-300. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...